Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я нахожусь в теплице, но в теплице другой. Вчера я рассказывала про сорт Настенька с тщательным формированием куста для получения крупных урожаев. И там я рассказывала, что я веду в два ствола, строго в два ствола, остальное все удаляю. Сейчас я в другой теплице, там где я выращиваю Настеньку, формирую куст по-другому, покажу вам, как формирую Настеньку, называется умеренное посынкование. Что такое умеренное посынкование? То есть я вот низ ствола, так же как вчера, в первом варианте, кто вчерашнее видео не видел, посмотрите, томат Настенька формирую для укрупнения плодов. Я так же, как в том видео показывала вам, до первой кисти удаляю, все, дальше я ничего не трогаю. Если вчера я говорила, что я веду ровно в два ствола, все, что появляется, раздваивается, я убираю, то вот здесь умеренное посынкование, я больше ничего не буду трогать. Вы видите, вот эти вот всякие стволы, вот здесь сейчас покажу. Ствол у меня раздвоился, расстроился, каждый из раздвоенных еще раз раздвоился. И все-все-все вот эти вот, и кисти, и завязи я все оставляю. Я удалила только вот нижние листья, но это для чего понятно всем? Для проветривания, потому что теплица, чтобы не образовалось болезней. Все остальные плоды, вот они висят, и маленькие, и большие всякие, я все оставляю. Вот там, для чего я формирую по-разному. Я в каком-то видеоролике уже говорила, что вы должны выбрать, для чего вам нужны томаты. Вот те томаты, которые сорт Настенька, я формирую тщательно для укропнения плодов. Я их буду использовать для салатов, для еды. Они будут крупные такие, отборные, мясистые, но их будет меньше на кустике. А вот эти вот, которые будут расти, как можно сказать, ну все, какие Бог послал, все те и вырастут. Их будет много, они будут улеплены буквально кустами, но они не будут такие крупные, потому что ясно, что при увеличении количества завязей вес их уменьшается. Их будет много, их можно использовать уже потом для переработок, для различных, но для всего, для консервации, наличия, везде, везде, везде. И так как у меня кустов очень много, то все тщательно посынковать и следить за ними. Это требуется очень много времени. Тем более, вот этот сорт Настенька, его можно выращивать и вообще третий вариант, вообще без посынкования, только нижние несколько листиков убрать, и больше вообще его не трогать, он и так вырастет. Но вот я этими двумя способами пользуюсь, потому что вот эти томаты я вам показываю у меня в теплицах, и вот эти вот нижние, нижнюю часть ствола я все-таки освобождаю, потому что я боюсь, как и все любители томатов, боюсь фитофторы. И все-таки вот такое умеренное посынкование на этом сорте я применяю. Но поверьте, этот сорт можно вырастить и вообще без посынкования. Они, вот эти нижние, которые я удалила, пасынки, я где-то снимала видео, не успела, правда, выложить. У меня интернет тоже не очень быстрый, и за день я не больше 4-5 роликов могу выложить. Ролики лежат, которые сняты еще весной, но нет времени их выложить, не хватает времени у меня. Я потом, может быть, его выложу, что пасынки можно не удалять вообще, они у нее недоразвитые. Вот видите, вот один маленький пасынок. Если их нижние не отщипывать, они никакого значения почти не играют. А вот вверху, когда пасынки вырастают в натуральный ствол, их можно все оставлять. Все, вот этот второй способ формирования томата Настенька, повторю, что вчера я показывала, когда я тщательно пасынкую для укропнения плодов. Сегодня я показала, когда я и 3 оставляю, и 4, тут вверху будет 5 стволов, они все будут расти, плодов будет очень много, но они будут мельче. Все, вы, посмотрев оба эти видеоролики, можете выбрать, если у вас сорт Настенька выращивается, или собираетесь на будущее готовы вырастить, вы можете выбрать, какой способ формирования куста Настенька вам подходит. Может быть, как я, разделите пополам, какие-то будут у вас отборные крупные, а какие-то будут вот такие для общего пользования. Смотрите, выбирайте. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это формирование томата Настенька. Субтитры создавал DimaTorzok